Телеведущий, общественный деятель, человек, который знает все и даже немного больше. Человек, которого всегда вы ждете в эфире, это я знаю точно. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Наташа. Я тоже очень рад. Соскучился давно, мы с вами не виделись. Да, да, да. Я очень рада вас видеть в эфире и уверена, что сегодня он будет таким зажигательным. Ну, я начну с того, что с выступления вчерашнего Зеленского, когда он сказал, что все концепции красных линий в Российской Федерации рассыпались в Курской области и что в операции в Курской области мир узнал только постфактум, потому что для них это было, так сказать, ну, совершенно неожиданно для всех, пересечением, как он говорит, крупнейших красных линий, да, России. Ну, на самом деле, действительно, операция проводилась в очень таком, как говорят, тайном режиме, в режиме сверхсекретности. И сегодня мы видим, что сегодняшний день 1300 квадратных километров занято, и Зеленский говорит, что причины, одной из основных причин, потому что не, конечно же, оккупация чужой земли нам нужна была, одной из причин того, что произошло, это было то, что нам не разрешал Запад стрелять и не давал дальнобойной стрелять по России. Вот с вашей точки зрения, какие могут быть, ну, вот уже близлежащие результаты у этой операции? Ну, это действительно очень необычная была операция. Мы даже с вами заметили, что тогда, когда началось, примерно дней пять первых, вообще страна ничего не говорила, вообще не говорила. То есть было полное молчание, никто ничего не понимал. Вот, и это очень хорошо сработало, потому что, я так думаю, что в первые двое суток Российская Федерация была убеждена, что это русский добровольческий корпус, что это в очередной раз РДК входит, типа зайдут по Шухерято на нашей территории, ну, теперь и в Курскую область, а не в Белгородскую, и вернутся обратно. И Украина, я думаю, специально делала вид, что да, это вот РДК, да, РДК, РДК. Вот, но у меня нюхалка чекистская работает еще старая, несмотря на то, что я давным-давно уже не шпион. Вот, потому что я заметил сразу разницу, потому что РДК, когда заходил, они всегда шли с GoPro, с камерами, вот, и они приходят в первый населенный пункт, где есть какая-то вывеска, хоть какая, какая угодно, фельдшерский пункт, я не знаю, там почта, чего угодно. И они сразу снимают видео на фоне этой вывески и говорят, что вот мы на территории Российской Федерации, мы зашли, мы тут это сейчас будем отвоевывать, даже вплоть до Москвы. А тут тишина, вообще ничего нет, никаких видосов. Вот, и я себе понял, что здесь чего-то, какой-то вот модус операнди не такой, как у РДК. Вот, я думаю, что у Зеленского и у Сырского это был пробный камень, потому что, я думаю, что они не знали на самом деле, как Запад отреагирует. И они на самом деле шли, ну, понятно, что это было не согласовано Соединенные Штаты Америки, кто бы чего не говорил, потому что США не дали бы разрешение на такой, на такой. Вот, тем более в разгар предвыборной кампании, в разгар американской гонки электоральной, не, никто бы не дал бы ничего, поэтому это поставили перед свершившимся фактом, вот, и смотрели, какая будет реакция на Западе. Реакцией могло быть три варианта этой реакции, то есть Запад мог начать кричать, что «А, красная линия, немедленно возвращайтесь обратно, иначе отнимем все оружие, давать больше ничего не будем». И вот такая могла быть реакция. Вторая реакция – Запад мог бы сделать вид, что ничего не знает, ничего не происходит, вообще промолчал бы, просто бы отмолчался бы. Так, в конце концов, у нас там свои дела, во Франции отпуска, Макрон уехал отдыхать, вон в эту самую, на Средиземном море, вот, у нас там празднуют какие-то там очередные 80-летия высадки, теперь, раньше была в Нормандии, теперь празднуют высадку, значит, на Средиземном море, там и так далее. То есть было бы чем отговориться, чтобы ничего не говорить. И тут вдруг, неожиданно совершенно для всех, Запад не просто стал, не стал отмачиваться, не просто стал критиковать, а сказал, что все нормально, никаких проблем, Украина имеет возможность зайти туда. Причем Украина зашла, во-первых, Украина зашла на территорию Российской Федерации, уже красная линия абсолютная. Все, кошерная территория Российской Федерации, вдруг ее пересекли. Пересекли на американских, немецких, английских танках, бронетранспортерах. То есть это не красная линия, это бордовые линии, это какая-то там, я не знаю, в бордовых, этюд в бордовых тонах, как у Ушалока Холмса. Вот, молчание никакое. И тут же, больше того, немцы даже говорят, мы передали машины, это не наши никакие, это не немецкие машины, это машины украинские. Американцы тоже говорят, и там англичане говорят, мы передали технику, как ее Украина использует, это не наше дело, мы им передали все это их проблемы. Имеют право, потому что война, по правилам войны, можно использовать любую технику на любой территории, и по правилам войны воюющая сторона имеет право заходить на территорию страны-агрессора и вести войну на территорию агрессора. Это закреплено Женевскими конвенциями, никто ничего не может сказать. Это просто Путин думал, что нет, нельзя, вот если, потому что у нас там, у них в Российской Федерации ядерная доктрина, если на их территорию, то все, сразу забросаем всех ядреными бомбами. Как выяснилось, не забросали. Даже больше того, Медведев даже впал в ступор, молчал, две недели молчал, не мог ничего сказать, потому что надо что-то сказать. А когда стал говорить, то стал говорить не про ядерную угрозу, а стал говорить про эти самые, что капкан, в капкан переговоров там нас чуть не попали, там и так далее. То есть в этом смысле, конечно, все пошло, ну, явно совершенно не по плану Путина, потому что здесь нельзя было уже говорить, что идет по плану. Потому что на территорию Украины еще можно отмалчиваться и говорить, ну, вот там лево, право, там это не имеет никакого значения якобы. А тут на твою территорию, какой твой, ты что, на твой план заманить на свою территорию? А заманить до какого уровня? До Москвы, до Питера, до Владивостока, до Петропавловска, Камчатского. Вот куда, куда заманить на свою территорию? Вот, то есть понятно, конечно, что это лихая, лихой набег, такой кавалерийский наскок, красивый, который войдет в учебники истории военной, который будут разбирать в военных академиях. Ну, вообще украинские действия на поле боя, они уже создали много прецедентов для того, чтобы их изучали в военных академиях. Вот, и здесь, а дальше было все предсказуемо, потому что на самом деле было понятно, что ни в этом самом, ни в Брянске, ни в Курске к этому наскоку не готовы, абсолютно не готовы. В Белгороде немножко больше готовы, потому что там идет наступление на Харьков, поэтому там были какие-то силы сконцентрированные. И туда РДК заходил несколько раз, поэтому там чуть-чуть уже к этому как бы привыкли. И знают, типа, как с этим бороться. Вот, и все. И, то есть, это был прорыв. И для Путина, вот, и сейчас еще ходит, значит, такая, такой слив в иностранную прессу о том, что Украина думала, не зайти ли в Брянскую область, там, вот, думала, куда, в какую. Вот, и я думаю, что на самом деле, на самом деле Курская область, почему еще Курская область? Потому что Курская битва, потому что Курская магнитная аномалия, потому что Курская атомная АЭС, и потому что Курская подводная лодка, подводная лодка Курск. То есть, 12 августа, прямо, ну, то есть, началось, на самом деле, там, раньше, это началось, по-моему, 1 августа, да, память, если мне не отшибла. Вот, но 12 августа у Путина жуткая совершенно катастрофа Курска, которая ему каждый год напоминает, с чего начиналось его правление, первое его огромное неудача, первое разочарование в нем народа. Вот, и, конечно, выбор именно Курской области в качестве такой территории, куда надо было заходить. Это очень символические вещи, вот просто символика такая, которая очень больно бьет по самолюбию, очень бьет по коллективному разуму. Ну, правда, как выяснится, коллективного разума никакого нету, потому что чего? Ну, там только эти корреспонденты военные покричали чего-то, да, а народ-то пофигу, они сидят там, все продолжают есть попкорн, заниматься своими делами. В Курской области 120 тысяч, значит, сбежало, вынуждены были покинуть свои насиженные места. И чего? И чего? Какие-то там манифестации, какое-то там недовольство, ничего. Ну, там пороптали немножко, говорят, да, вот, видите, к нам пришла война, как-то удивительно. Вот, но кто-нибудь задал вопрос, а почему к нам война пришла? А кто виноват в том, что к нам война пришла, да? Сумасшедшая какая-то депутатка говорит, всех надо забросать ядерными бомбами, но она была единственная, все остальные молчат в тряпочку. Сергей, вот смотрите, впервые за 15 лет он переехал в Беслан. Это потому, что говорят, что у него было немного шоковое состояние после, как он считал попытки покушения на него вот на этом параде. Он, говорят, три недели никуда из Новоагарионе выезжал, потом он поехал в Азербайджан. Там, понятно, там нужно было, нужно спасать Газпром. Не знаю, что ему ответил Алиев, спасет он или нет его, это вопрос. А вот в Бесланге он устроился в спектакль, на колени становился, лбом бился о пол, еще там что-то такое делал. Почему? Это, ну понятно, что его политтехнологи как бы решают, что нужно сделать то или это. Но почему они именно сейчас это решили сделать? Нет, я думаю, что Беслан нужен был для того, чтобы объяснить, что в курс зашли не регулярные украинские войска, а террористы, и что это у нас уже такое было. Да, что было вот такие заходы, были Буденовск, был там Беслан, был там, была Дубровка. То есть, в принципе, к тому, что даже такие были проходы там с оккупированием, там, в Буденовске, то это вот при Черномырдине, при Ельцине, сколько они там стояли, там, несколько дней. Вот. То есть, в принципе, это такая как бы сравнение появляется историческое. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня версия такая, что у Путина перестало, Путину перестало вести, и он не знает, как ему сделать так, что ему снова стало бы вести. Значит, у него шаманы не работают, и он недавно же ездил с Лукашенкой в монастырь какой-то там, да, на Валаам. И вдруг после этого Курск. Значит, православные вещи тоже не работают. Значит, к старцам он ездил на Валаам, и вдруг у него бабахает такая штука в Курске. Значит, получается, причем, значит, он выясняет тогда отношения, он пришел к Кирюхе, к Гундяеву, и говорит, слушай, как это у меня такое происходит, значит, не работает никакая. А Кирюха ему говорит, ну, во-первых, ты же не верующий, так же, как и я, да, и поэтому Бог тебя, в общем, не слушает, тебе дьяволу надо молиться. Вот, ну, давай я тебе это самое, чтобы тебе получить, подарю какую-то награду, значит, православную, высшую. Вот, но Путин говорит, нет, наверное, это уже не работает, потому что сразу после этого состоялся Курск. Вот, и что ему остается? Ему остается теперь замаливать грехи. Ну, подводная лодка Курск, он не может через себя перейти, он не может поехать к матерям, к вдовам, потому что они ему уже высказывали, и он знает, что они ему будут высказывать, потому что, в общем, там ничего с тех пор так и не сдвинулось, ничего, никого не наказали по-настоящему, никому ничего не дали, вот, и так далее. И поэтому, вот, может быть, он поехал в Беслан, потому что он же понимает, что это его преступление, потому что по его приказу прямой наводкой из танков стали стрелять по школе с захваченными детьми и родителями, и учителями, вот, и погибло 33 человека, вот, и вот когда-нибудь надо отмаливать. Но, с другой стороны, вы знаете, вроде бы версия такая могла бы работать, но вы смотрите, как он возлагал эти цветочки, ну, это было какое-то видео короткое, честно говоря, я просто, так сказать, обратила внимание, что он так театрально бился там лобом об этот самый, об этот постамент, мне было даже немножко смешно это, вот, но там сопровождали, какие нюансы это все, я, честно говоря, не вглядывалась. Ну, вот, нюанс самый главный, что это не убеждает, потому что там не чувствуется никакого искреннего раскаяния, то есть это дежурный проход, во-первых, он приехал на две недели раньше срока, на 10 дней раньше срока, потому что первый сентябрь, если ты хочешь по-настоящему извиниться, если ты хочешь по-настоящему поговорить с людьми, надо приезжать 1 сентября, и тогда их соберется площадь, и тогда тебе все выскажут там эти люди, а ему это не надо, поэтому он приезжает как вор, он приезжает под покровом темноты, он приезжает один, походит с двумя мужиками, значит, которые там начальники, то самое региональные, вот, и кладет свои цветочки, и быстро сбегает, чтобы, не дай бог, его там никто не застиг, и Низан не начал задавать каких-то вопросов, кричать чего-то и так далее. Значит, матерей погибших детей собирают только три штуки, и, значит, сидят три мужика, напротив них сидят три женщины кавказские в черном, с каменными лицами абсолютными, и Путиным рассказывать про каких-то террористов и фашистов, неонацистов в Курске, вот, а они говорят нам это, нас это не касается, нас касаются наши дети, а ты про наши детей ничего не говоришь, вот, и нам обещал в 2005 году, значит, найти виновников, на самом деле, ну, а как он мог найти виновников, если он сам виновник, вот, и они прекрасно это знают, что он сам виновник, вот, и как они еще согласились его принимать, потому что, на самом деле, удалось найти только трех, или там они говорили, а мы придем всей шаблой, он говорит, не-не-не-не, вот только никаких этих, потому что у меня это было уже, я знаю, как у вас там это начинается, если вы придете, у вас там есть 100 человек придет, или тысяча человек придет, вы мне устроите митинг, меня это не спасет потом, представляете, что такое тысяча развеенных матерей, у которых Путин убил детей, да они его просто растопчут, просто растопчут, в пыль растопчут. Ну, конечно. Я, знаете, я еще обратила внимание в этой поездке на его, вот эти вот, брата Нескадыровым, и с его сыном, который там, его птир водил, причем это тот сын, который избивал Журавлева, по-моему, Журавлева фамилия этого парня, в СИЗО, который демонстрирует, что он начальник вообще и хозяин Чечни, и так далее. Вот он в который раз подтвердил публично, что вот эта вот полубандитская, так сказать, власть Чечни, его не просто устраивает, он считает, ну, он считает их братьями, своими. Ну, на самом деле, это последний, вы знаете, это последняя, это лебединая песня, вот перед Чёрным Лебедем бывает всегда лебединая песня, вот у Путина это была бы лебединая песня, потому что он не понимает другого. Смотрите, эти самые чеченцы, он надеется, что они ему помогут, помогут в самый нужный момент. Где были чеченцы Кадырова, когда был Пригожев? Вы помните, где они были? Они стояли в пробке. Они до Ростова не могли доехать, стояли в пробке. Ну, и в Курской области они стояли в пробке, они не заметили, ЗСУ так быстро прошмыгнуло мимо них, что они даже не успели рта открыть. Прошли мимо нас, сказали они. Да-да, я сразу вспомнил старый, старый любимый мой анекдот про черепаху, нет, про человека, который там убирался в вольере с черепахами, он говорил, я только приоткрыл дверцу, а черепахи как ломанули, шмыг, 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 шмыг между, вот, и вот так, значит, для кадыровцев, значит, такие, такие были, такое было украинское наступление, прошмыгнуло, так что они даже не заметили, как оно прошмыгнуло, они даже не заметили, как они сдались в плен сами украинским войскам, вот, но они же его предадут, кадыровцы, кадырова предадут, кадыровцы, когда все будет рушиться, когда Путин будет рушиться, первого, кого в Чечне эти самые кадыровцы, эти 10 тысяч человек распянут, это будет весь клан кадырова, это будет весь клан кадырова, все его дети, все его жены, все его матери, их всех распяну, потому что так там устроено, когда ты теряешь власть, то тебя должны принести в жертву для того, чтобы новый показал, что он пришел к власти. Поэтому ни для Кадырова это никакой гарантии не имеет, ни для Путина гарантии никакой не имеет, потому что они все сейчас его любят, потому что он им платит 5 миллиардов баксов в год, и они на эти баксы покупают себе автомобили, покупают себе наложницы, покупают себе западные. Обратите внимание, у всех западные часы, у всех западные машины. Бренды одежные, никто же не носит чеченские бренды. Оружие, кстати, не советское, у всех западное оружие и так далее. То есть в этом смысле, вы знаете, я всегда балдею на этих исламистов, которые по айфону, причем хотят, у них, кстати, айфон появляется у первых, вот еще даже его нету, продажи открытые, а у них уже есть, вот, почему-то вот обязательно нужно последний айфон иметь, последнюю Теслу надо иметь, вот, ну, это вот так вот, да, вот, они так устроены, да, они говорят там, Шайтан Арбам, вот, мы с вами, по-моему, с вами даже разговаривали, когда иранский президент, значит, накрылся медным тазом, вот, уже говорили, а зачем ты на американском вертолете летел-то? Вот летел бы на нормальном вертолете на каком-нибудь другом, другой страны, может, не упал бы, а вот на американском-то зачем? Если для тебя Америка – это жуткая страна, с которой ты борешься, то зачем ты летаешь на американском вертолете? Зачем у тебя американские автомобили? Зачем у тебя американские компьютеры? Зачем у тебя американские гаджеты? Зачем вы своих детей, называется, отправляете учиться в Лондон? Ну, отправляли бы их учиться там, я не знаю, в Беслан или еще куда-нибудь. Вы знаете, очень редко возвращаются к теме ГКЧП. В этом году, вот в августе, прямо сейчас, в эти дни, была очередная годовщина. И я хотела бы, знаете, о чем с вами поговорить? Ведь есть же такое представление о том, что Путин якобы когда-то был очень прозападным человеком. Он хотел там в НАТО вступать, он хотел еще что-то. Но что мы видим? Мы видим, что события в августе 91-го года, да, он сам, вот в этом фильме «Дело Собчака», он сам говорит о том, что его эти события принудили как бы сделать выбор. Он еще тогда, работая с Собчаком, был действующим сотрудником КГБ. Он же не сразу ушел оттуда. И он, как он сам говорит, что ему пришлось выбирать между председателем КГБ Крючковым и российским президентом Ельцином, когда все это случилось. И, дескать, он выбрал Крючкова, пришел к Собчаку и сказал, ну что, я ухожу из КГБ. А, дескать, Собчак ему ответил, хорошо, я позвоню Крючкову. И действительно, на второй день Пуча, да, Собчак связался с Крючковым, попросил отпустить, значит, из КГБ Путина, вот, написал рапорт, он и так далее. Но что мы видим дальше? Путин всегда поддерживал отношения и Крючковым, и с остальными ГКЧПистами. Он никогда их в жизни не трогал. Именно он заявил через какое-то количество лет, что это распад Советского Союза, это геополитическая катастрофа. И у меня такое ощущение, Сергей, почему я так долго об этом говорю, что он всегда, с самого начала, с самого первого дня своей карьеры еще в Санкт-Петербурге, для него никогда в жизни западные ценности, НАТО, и все, что связано с этим, никогда не было, не просто неважно, а для него это всегда было враждебно. А все же было связано с КГБ, с Советским Союзом, как говорит сейчас Лукашенко, союзное государство, они вошли на территорию союзного государства, как говорит он, когда в Курскую область зашли. Поэтому мне кажется, что роль ГКЧП и вообще все это нужно было бы пересмотреть, посмотреть внимательнее бы в эту сторону. И судьбы всех этих людей и так далее. Я боюсь вас разочаровать, но думаю, что Путину абсолютно было наплевать на весь этот ГКЧП, ему абсолютно было наплевать на Советский Союз. Он прекрасно понимал, как и многие, кстати, в КГБ, что КГБ теряет власть. Его никогда не интересовала, на самом деле, идеология. Потому что если бы он был идеологически, как вот можно было бы сделать вывод из того, что вы сказали, что он был таким настоящим коммунистом, верил в коммунизм, верил в идеали коммунизма, был настоящим чекистом, который хотел... Я думаю, что не из-за этого, Сергей, извините, что я перебиваю, не потому что он был идеологичным, во что-то верил. У него всегда была полубандитская, так сказать... Ему просто, мне кажется, нравилась вообще сама идея империи, не развалившейся, Советский Союз. И все, что происходило внутри нее. Он не хотел ничего другого, никаких демократических ценностей и прочее. Нет, да. Не согласен в корне, в корне не согласен. Знаете, почему? Путин, самая большая мечта Путина была когда? Когда вот он шел в КГБ. Стать чем? Ну, я не знаю, кем он хотел стать. Разведчиком там еще и кем-нибудь хотел стать. Вот. Вот. А что такое разведчик, внешний разведчик? Это человек, который едет куда? За границу, да. И не просто за границу, а вот чем лучше за граница, чем западнее за граница, чем такая вот кондовия за границей. Вашингтон, Лондон, Бонн, Париж. Вот куда хотел поехать Путин. И это была его абсолютная мечта. Абсолютная мечта. И для этого он делал вид, что он коммунист. Для этого он делал вид, что он чекист, потому что он хотел ехать туда. И больше того, вы думаете, он туда хотел ехать для того, чтобы бороться с этими странами. Он туда хотел ехать, чтобы зарабатывать бабки в их валюте. В долларах, франках, в марках там и так далее. Это его была мечта. И чтобы на эти бабки валютные купить себе Мерседес, купить себе хорошую квартиру, купить себе обувь Саламандра. В советское время были такие немецкие ботинки, которые считались крутыми. Вот что он хотел. Он на самом деле абсолютно не идеологический человек. Абсолютно никакой не коммунист. Абсолютно никакой не преданный никакому совку, никакому ГКЧП. Это все ерунда. Это все, вот он рассказывал, все эти геополитические катастрофы. Потому что если бы все это дело было, то в октябре 91-го года и по декабре 91-го года он должен был взять свой пистолет Макарова, вынуть его из сейфа и пойти убивать Собчака. Собчак был в то время демократом, который разрушал Советский Союз. Собчак был человеком, который разрушал Советский Союз. И Путин не только не пришел его убивать, а он пришел к нему наниматься на работу лакеем. Лишь бы только к новой власти он понимал, что советская власть разваливается, что больше все. И это не связано ни с какой, ни с империей. Это все туфта, это чушь. Это все это рассказывают журналисты, которые придумывают за Путина. Он абсолютно кондовый материалист. Машина, Мерседес, бабло, бабки, квартира, дача и хорошие условия, хорошая еда, хорошая одежда. Ничего другой его не интересует. И поэтому, когда власть поменялась, и когда демократы, Путин почувствовал, что демократы победили во время ГКЧП, он тут же присосался к демократам. И все эти истории о том, что Собчак звонил Крючкову и так далее, это все туфта, все, абсолютная туфта. Ну, он, правда, звонил для того, чтобы сказать Крючкову, этот человек, этот КГБист, ты его откомандируй мне, потому что я теперь власть, я теперь мэр голода, и мне нужны свои доверенные лица КГБ. Он у тебя работает, поэтому его откомандируй. Я через это сам проходил, сам себе такие же вещи организовал, но я это организовал на два года раньше, чем Путин. И звонил, там у меня не Собчак звонил, а звонил первый секретарь Московского городского комитета комсомола, звонил секретарю комитета комсомола КГБ Ловареву, и говорил ему Жене Ловареву, который потом стал, кстати, начальником управления кадров ФСБ и до последнего времени, он ушел на пенсию где-то там год или два назад всего, и сказал, что вот у вас есть там такой разведчик, ну-ка его нам в комсомольские дела откомандируйте. Вот, так что Путин в этом смысле абсолютно нет, никакого у него абсолютно заинтересованности не было. И он замаливает опять же свои грехи, потому что он предал Коммунистическую партию Советского Союза, он же присягу приносил, вот, и он свою присягу КГБ продал, он свою присягу коммунистическую продал, и он пошел лакеем работать к этому самому, к Собчаку, носить ему портфельчики, наливать ему газированную воду, заказывать ему такси, лизать ему задницу, лишь бы только эта новая власть его не расстреляла, не оставила на обочине, а взяла вместе с собой. То есть в этом смысле, и, кстати, к Западу у Путина абсолютный пиетет был, и даже сейчас он его есть. Вы знаете, почему у него такое сейчас формальное отношение к Западу, что все они плохие? Потому что Запад его не принял. Он очень хотел туда, он говорил, я свой буржуинский, возьмите меня к себе, а Запад его не принял. То есть его Запад даже принял, ведь Российскую Федерацию включили даже большую восьмерку, но у Путина было ощущение, когда он с ним встречается, что они с ним разговаривают все-таки свысока. И это было абсолютно правильно, потому что Российская Федерация на самом деле это нищее государство, безденежное, у которого ничего нету, которого, в принципе, перестали бояться. И вот тогда Путин сказал, ага, меня все приняли, но приняли как вот такого бедного родственника, а я хочу, чтобы они меня либо считали себе равным, либо даже еще лучше, если они меня будут бояться. И вот у него эта штука тоже произошла, потому что он понял, что на самом деле с точки зрения популизма гораздо эффективнее работает вот эта идеология, когда там Запад такой страшный, а Россия бедная несчастная, жертва стоят с колен. Потому что я эту штуку видел также у Жириновского. Ведь у Жириновского был такой же переход, когда Жириновский создавал либерально-демократическую партию. Он говорил, что я антисоветчик, я никогда не любил Советский Союз, я его ненавидел, и вот теперь у нас есть возможность создать настоящее буржуазное, капиталистическое общество. Мы его создадим, мы его... А потом через пару лет он вдруг понял, что если ты будешь проводить в Российской Федерации, которая трехнута на коммунизме, и у которой теперь она ищет какие-то новые ценности, то западные ценности в российском народе не привились. Они привились у элиты вполне себе, они привились у среднего класса вполне себе, то есть у интеллигенции, у людей, которые имеют образование, умеют зарабатывать, ответственны за себя. Но у народа это не привилось, и народу нужна была какая-то другая идеология. И Жириновский немедленно перекрасился, это состоялось в 92-м году, и стал популистом, фашистским популистом, таким националистическим, причем это до смешного доходило, потому что он же был еврей, то есть какой он православный Жириновский. И тем не менее, значит, он там ходил везде с этими крестами, со своими мальчиками, и со своими машинами, со своим баблом, потому что он понимал, что он оседлал какую-то вещь, которая имеет, он оседлал то ожидание в русском народе, и ту обиду в русском народе, которая все время была, это обида у несостоявшихся людей, это обида такая же, которая была у немцев после Первой мировой войны, и когда их победили, они говорили, а мы самые великие, но немцы реально могут стать самыми великими, потому что они умеют работать, они умеют индустрию делать. Русские не умеют на самом деле ничего, русские это в Иваношке дурачки, то есть они привыкли, что скатит самобранка, сама вдруг растелится, и на ней все окажется. Работать не надо, ничего не надо, сиди себе на печи и ешь калачи. Да вот русская народная сказка, сиди на печи и ешь калачи. То есть ничего не делай, и у тебя все есть. И когда у них вдруг оказывается, что у них ничего нету, им по крайней мере нужно сказать, что почему у нас ничего нету, это не потому, что мы сидим на печи и ничего не делаем, а потому что против нас какие-то козни, какого-то международного капитализма, каких-то масонов, каких-то евреев, каких-то еще, кого угодно, марсиан там и так далее. И вот это Путин почувствовал и сказал, что окей, значит, если вы меня не приняли в качестве своего, тогда я вам буду, теперь буду пугалкой. Вот. И у него с 12-го года понеслась эта пугалка. Ну да, фактически мы помним, это практически официально с Мюнхенской конференции безопасности. 2007 год. То есть это был первый звоночек, которого еще не поняли, да, а потом у него был перерыв, и уже вот с 12-го года уже было открытое противостояние Западу. У нас 24-го числа, как вы знаете, Сергей, ну, наверное, самый большой праздник в стране, День независимости. Это всегда был такой сакральный праздник, потому что и до войны, и до широкомасштабного вторжения мы празднули как самое большое, потому что для Украины это, наверное, самый важный вопрос. Украина слишком много прошла в истории в борьбе за эту независимость. И, конечно, в этот раз, когда идет война, для нас это будет еще более важно, ну, это же не только для нас, как бы, речь идет о том, чтобы отпраздновать это, да, отметить, а еще речь идет о том, чтобы, как бы, сделать аудит, посмотреть, да, на каком этапе, какое у нас будет будущее и так далее. И надо сказать, что действительно эта война изменила очень многое. Большой бизнес, большой бизнес занимается тем, что, собственно говоря, большой бизнес перестал быть, ну, олигархи исчезли, просто растворились, да, например, там Ахмедов, наверное, был самый богатый человек в Украине, он потерял очень много, он потерял все свои заводы в Мариуполе, на, там, в этой части страны, мы знаем, но он и больше всех помогал, покупал и самолеты, и сейчас покупает, и бронетранспортеры, и все, что угодно. Мы видим, мы видим, как и другие состоятельные люди, собственно говоря, работают на Украину, практически никто не выехал, за исключением двух-трех человек. Мы видим, как светило медицины, вроде Бориса Тадурова нашего, делают там сотни операций, и тоже никуда, даже не дернулись, хотя мог бы выехать в любую страну, его бы приняли. Как вы считаете, понимает ли Запад сакральность, необходимость того, чтобы Украина сохранила свою независимость? Сегодня от позиции Запада, от позиции наших партнеров будет зависеть очень много, потому что заканчивается третий год войны. Да, в феврале будет три года, и, конечно, любой ресурс небесконечный, и человеческий, и любой другой. И для нас очень важно, потому что это последний форпост свободы для Европы, Европа же сама как бы не выдержит, если Украина, так сказать, потерпит поражение. Вот как вы думаете, понимает ли Европа сегодня это? Потому что что будет в Соединенных Штатах, мы не знаем. Ну, во-первых, говорить за Европу и за Штаты, это очень сложно, даже за Украину нельзя говорить. Только ваша оценка, только вот ваша аналитическая оценка, вот интересно. У меня ощущение, что руководители Европы и даже руководители Соединенных Штатов Америки это понимают. Это поняли. Это острее понимают те, кто ближе, чем ближе к России, тем острее это понимают. И тем правильнее это понимают. Это понимают страны Балтии, все три страны. Это понимает Польша. Это понимает Германия, кстати, которая тоже, в общем, не очень далеко. Вот они все понимают. Есть страны, в которых откровенно идет пропутинская политика. Мы знаем Словения, Словакия, Венгрия, Болгария, Греция. Это страны, в которых гораздо меньше, потому что больше российских интересов, потому что ближе какие-то, ну, там 50 на 50. Вот каждый раз, когда, допустим, я говорю там про Болгарию, мне болгарные вот там, чего там, то в одну, то в другую сторону. Но в Болгарии реально вот 50 на 50. В Греции православная страна, значит, там все куплено. Афон там и так далее. На Кипре это вообще просто русская колония. Вот. То есть в зависимости от того, где и чего. Австрия, опять же, тоже много вопросов. Кстати, Германия та же самая, это совершенно однозначно. Вот. Но, в принципе, если взять тренд, то на Западе поняли это дело. Поняли. Вот поняли. И если вы обратили внимание, это происходило в течение этих двух с половиной лет. То есть это не сразу пришло. Сразу пришло, кстати, вот Путин этого не ожидал и Запад, кстати, этого не ожидал, что сразу создастся коалиция. То есть сразу будет, блок сразу станет, который говорит, о чем, что-то здесь не то. Потому что, вспомните Крым. Аннексия Крыма. Кто что сказал? Никто ничего не сказал. Ну, осудили, сказали, да, там не очень хорошо, но все стали говорить, да вообще-то, в общем, он и не украинский, да вообще-то там Россия его завоевывала. Никто не помнил там, никто не стал вспоминать, да, а как там тысячи лет крымскому ханству, да, а почему тогда не Турции его отдать, да, и там, и еще кому-то там, почему не татарам его, не татарам его отдать. Вот, ну, вот, Крым съели все автоматически. И Путин считал, абсолютно, вот я убежден абсолютно точно, что в 22-м году Путин абсолютно был уверен в том, что Украину съедят точно так же, как съели Крым. То есть без звука сдадутся, сами украинцы сдадутся, Европа сдастся, Америка сдастся, потому что типа, ну, кому нужна эта Украина там далекая и так далее. А вдруг все не только не стали сдаваться, но и стали помогать сначала финансово, сначала дипломатически, сначала на уровне слов, потом военно, начинали с сказок и бронежилетов, потом были пушки, потом были гаубицы, потом были снаряды, потом были танки, потом были F-16 и так далее и тому подобное. И вот чем дальше эта война заходила, тем больше это понимали и одновременно еще понимали другую вещь, что Российская Федерация слабая страна. Российскую Федерацию на самом деле боялись, вот Путина удалось на самом деле за 20 лет своего управления создать миф о том, что Россия это очень сильная военная страна. И все боялись, что ну как же так? А вот теперь мы дошли до Курска, когда украинские регулярные войска входят в Курск, и ни у кого даже вопроса не возникает, а надо ли это поддерживать или не надо это поддерживать, потому что всем понятно, что Россия слабая страна, у которой нет никаких ресурсов. Да, у нее есть ресурсы, так сказать, не сдаваться еще некоторое количество времени, но понятно, что это экономически абсолютно уже умирающая страна, которая на последнем издыхании находится. На этом последнем издыхании она может лет 5-10 совершенно спокойно еще издыхать так, на последнем издыхании. Но понятно, что это не Китай, понятно, что это не Соединенные Штаты в Америке, понятно, что это не Франция, не Англия, там ничего, что это умирающая, слабая страна. Никто, скорее, не встает. А слабость все чувствуют. И вот когда почувствовали, что с одной стороны Украина проявила моральную силу, моральную силу, потому что у нее ничего не было, и она сказала, мы не сдадимся, и начала отбирать у россиян их технику. Первые 6 месяцев вашим основным поставщиком была Российская Федерация военная. Вы на ее технике бы отбирали ее танки, ее пушки, ими их били. И когда все увидели, что Украина сильная страна, которая может победить, а Россия, хоть и большая, но слабая страна, которая может проиграть, вот здесь все сломалось. И все, и все поменялось. И вдруг все поняли, что эта слабая страна одновременно угрожает Западу. И то есть вот здесь важно показать, это как раз тот самый момент, когда вот здесь сдаться нельзя. Вот Крым можно было еще, это вот была еще последняя, последний бастион, когда можно было играть в дипломат, играть там, прикидываться и говорить, что мы с вами, но одновременно сдайте его. То есть чего там, Минск один, два, три, там и так далее. И Аланте, Саркази, там и все, и Ангелы Меркель, все говорили, да бросьте вы, ну что, посмотрите на Грузию, ну отдала 20% своей территории, живет, никуда ничего у нее там, не умерла. Вот, и вы сдаетесь, и все будет хорошо. И все вот это поменялось. И теперь вот, кстати, эта вся история с Курском, с военной точки зрения совершенно неизвестно, что из этого выйдет. Но вот с точки зрения дипломатии, с точки зрения геополитики, с точки зрения психологии, это поменяло, во-первых, все в Украине, потому что первый раз за два с половиной года, ну второй раз, потому что первый был под Харьковом и под Херсоном в сентябре, в октябре 22-го года, и Украина воспрянула, и сказала, что да, мы можем, потому что мы, понятно, что Путин, просто Путин нам навязывал свои условия, он нам навязал этот восточный фронт, и мы там тупо врылись, значит, в окопы, и держим этот фронт зубами, теряя людей, теряя технику, а достаточно, может быть, даже и не стоит так упираться, потому что достаточно просто отойти на 200 километров влево-вправо, вот как эти чеченцы, да, вот чеченцы сказали, что украинцы прошли там влево и вправо, и все, и вот Украина взяла и там на 300 километров влево прошла и выяснила, что там ничего нет, а как это выяснилось, да это в прошлом году было выяснено, Пригожин уже показал, что там ничего нет, что садись, у тебя там две колонны, то ты до Москвы можешь за двое соток дойти, Украина себе не поставила пока задачу дойти до Москвы, но я думаю, я бы убежден, кстати, что если бы посадили РДГ такую, приличную, на колесную какую-то технику, которая быстрее идет, бронированную, то за сутки, в Москве можно оказаться и устроить кипиш какой-нибудь там на Красной площади, правда проблема заключается в том, что эти люди могут не вернуться никогда, то есть это поездка в один конец, но то они могут дойти до Москвы и до здания Лубянки, по зданию Лубянки жахнуть джавелином каким-нибудь, и что по зданию, по Кремлю можно ударить джавелином, в этом я не сомневаюсь ни одной секунды. Ну и будем ожидать, Сергей, и же задачи тоже не менее амбициозные, говорят, что там сейчас есть возможность почти в Клещах, вот в районе Донецка это все, поэтому там можно и котел устроить, но посмотрим, как будет развиваться событие накануне нашего дня на залыжности. Спасибо вам огромное, спасибо за поддержку Украины и до встречи. Спасибо большое, до свидания. До свидания.